Всем привет! Вы на канале TourTravel Stories и сегодня мы едем на Эльбрус, а точнее на поляну Азау и на поляну Чигет. Надеюсь, нам за 10 дней пребывания на Северном Кавказе наконец-то откроется хотя бы на несколько минут Эльбрус, потому что мы довольно долго уже путешествуем и еще ни разу не видели Эльбрус, потому что не везет с погодой, к сожалению. Мы сейчас едем вот по такому ущелью. Скалы очень красивые, но здесь довольно часто камнепад. Мы еще не доехали до поляны Чигет, а здесь уже вот такие красоты. Горы просто бесподобные. Жалко, конечно, только дождик начался. Много булыжников вокруг. Красиво по-своему. Мы проехали село Былым и сразу после него открываются вот такие виды на скалы сарконечные. Очень необычно. Коровы гуляют. Единственное, коровы довольно такие обтрепанные, как будто за ними не ухаживают. Мы сейчас проезжаем город Тернеаус. Знаете, как будто попал в 80-е. Здания очень старые, как будто там даже никто не живет. Покажу вам немного, как выглядит Тернеаус. Мы наконец-то добрались до поляны Чигет. Подниматься наверх буду только я по канатной дороге. Она кресельная, двухместная. Одноместная, к сожалению, сейчас не работает. Скорее всего, по погодным условиям. Потому что, видите, облачно. И, скорее всего, в такие облака Эльбруса тоже не будет видно. Но поднимусь, посмотрю, что там. Вам покажу тоже. Если, кстати, хотите посмотреть, как это выглядит все в ясную погоду, можете посмотреть наш прошлый выпуск с поездки на Эльбрус. Там нам повезло больше. Эльбрус открылся полностью. Нам повезло. Мы приехали раньше экскурсионных групп. Поэтому я заранее уже взял билеты. А так вообще стоит билет 900 рублей. Никаких льгот нет. Вот такие здесь кресельные сиденья. Подъем не очень высокий. Но дергать прилично. Ну вот я наконец-то сел. Прилично здесь, конечно, расшатывает кресло. Может быть, видно, как камера трясется. Расстояние довольно большое до следующего кресла. Повезло влезть перед группой. Потому что они там огромные. Просто по человек 50. Вокруг лес. Обратно никто не спускается. Видимо, долго там группы проводят времени. Может, минут 20 дают прогуляться. Поднимаюсь на гору Чигет. Сегодня, правда, с погодой нам не сильно повезло. Так что вряд ли будет Эльбрус виден. Но если хотите посмотреть на Эльбрус с горы Чигет, посмотрите предыдущий выпуск с 2021 года. Крепление здесь максимально безопасное. Как видите, просто железка стоит. И вот так вот ноги висят. Вот, видите. Вот так сейчас покажу. Так что не особо безопасно, если честно. Ну вот мы поднялись на первой канатной дороге на гору Чигет. Как видите, вот причина, почему вторая однокресельная канатка не работает. Видите, все в снегу, метель. Здесь, в принципе, ничего не будет видно наверху даже. Но можно немного выше подняться, по лесенке. Но там все равно ничего не видно будет. Здесь слой снега еще очень большой. И намного холодней, чем внизу. Вон там как раз видно однокресельную канатку. Вот так выглядит туалет в горах. А это, видимо, канатка для перевоза грузов. Вот где-то там виден Эльбрус. Точнее, виден был, если бы была хорошая погода. Но, видимо, нам сегодня не повезло. Вот хотя бы немного видов гор. Вон там проглядываются склоны заснеженные. Но народу все равно много, несмотря на то, что такая непогода. Здесь уже как повезет вам. Вот хоть немного гор. Это, правда, не Эльбрус. С другой стороны, Эльбрус находится у нас вон там. Его вообще не видно. И чувствую, с поляны Азал тоже ничего не будет видно. Но ничего страшного. Тоже опыт. А это у нас вид сверху на поляну Чигет. Красота. Но очень холодно. Еще немного красивых видов. Вот это самое страшное место. Прям над пропастью. Эх, жалко. Не видно Эльбрус. Были бы виды шикарные. Немного спустились в долину. Потрясывает, когда проезжаем столбики канатной дороги. Нам не привыкать к сложностям. Все, нам осталось совсем немного. Мы зашли в ресторан Кагутай. Точнее, кафе, который находится на поляне Чигет. Я решил здесь попробовать мясо по-балкарски. Это отварная баранина с бульоном. Вот Вероника не дает мне снимать. Еще мы заказали хачаны. Балкарские. Такие они здесь сочные. Вот в этом кафе мы отзавтракали. С видом на Эльбрус. Но его, к сожалению, сейчас не видно. Мы приехали на поляну Азау. Ну как на поляну? На стоянку. В двух километрах от нее. Не помню, если честно, этой стоянки в 21 году. Возможно, ее сделали недавно. Соответственно, пускают в основном только сюда. И потом нужно здесь парковаться. И потом на таких шаттлах уезжать уже до самой поляны. А если проехать до самой поляны, там может быть штраф, если вы неправильно припаркуетесь. Если не будет мест. Но сейчас говорят, что мест нет. Поэтому нам пришлось парковаться здесь. И сейчас пойдем пешком. Немного появилось голубое небо. Может быть нам повезет. И мы увидим Эльбрус. Хотя бы его часть. Посмотрим. Мы все-таки решили пешком пройтись. Два километра в горку. Потому что на шаттлах не очень удобно передвигаться. Вот по такой дороге мы сейчас в горочку идем. Надеюсь, пока дойдем, станет голубое небо, если повезет. Мы почти на месте. Мы когда были в 21 году, вот здесь останавливались. На автобусе. Сюда личным автомобилем нельзя. Только служебным и автобусом. Осталось совсем немного. И будем уже у канатной дороги. Наконец-то мы добрались. Не прошло и 25 минут. Нам повезло. Солнышко появилось. Я надеюсь, вверх поднимемся. И может быть даже увидим два пика Эльбруса. Наконец-то мы сели в канатку. Нас пропустили с коляской. Вне очереди. Очень вежливые сотрудники. Нам, видите, везет. Надеюсь, сейчас поднимемся и увидим Эльбрус. Медленно поднимаемся. Шикарное место. Судя по чистому небу и идущий вверх канатки, нам повезло. И мы сейчас сможем увидеть хотя бы частичку вершин. Нам повезло. Эльбрус вышел. Видно даже две вершины. Но уже, как видите, идет облако. И пока будем подниматься, может и не увидим ничего. Мы поднялись на станцию Мир. Высота 3500. Пока поднимались, буквально за пять минут вершина Эльбруса затянула облаками. Видна только частичка одной из вершин. Будем ждать. Надеюсь, увидим обе вершины. На другом склоне вид, конечно, получше. Здесь вовсю снимают селфи и делают фотографии. Ожидание вознаградилось. Одну из вершин Эльбруса вы видите перед собой. Надеюсь, скоро будет и вторая вершина. Здесь установили надписи. 3560 метров над уровнем моря. Станция Мир. Мы когда были в 2021 году, здесь ее не было. Народу, как видите, очень много желающих сфотографироваться. Ура-ура! Ожидания вознаградились. Мы увидели одну из вершин Эльбруса. Его левую вершину, правая, пока еще за облаками. Прошло буквально пять минут. И мы уже увидели две вершины. Нам очень сильно повезло. Мы 10 дней уже на Северном Кавказе. И Эльбрус нам еще ни разу не открывался в этом году. Привет всем! С вершины практически Эльбруса. Станция Мир. 3500 метров. Нам повезло. Открылись обе вершины Эльбруса. Вершины Эльбруса закрылись. Не успел я подняться на высшую точку канатной дороги Горобаши. Но в любом случае сейчас я туда поднимусь. Посмотрю, что там видно. Но я думаю, там одни облака. Вот так поднимаются ребята на высшую точку Горобаши. Сейчас я тоже буду подниматься. Как видите, очередь не очень большая. Это у нас домики в виде бочек, где проходит акклиматизация перед восхождением на Эльбрус. Поднялся я на станцию Горобаши. Высота 3840 метров. Как видите, облачно. Буквально 20 минут. И Эльбрус полностью скрылся в облаках. Также для желающих здесь ребята катают наверх на снегоходах. Не знаю, правда, пока сколько это стоит. И сколько по времени. Посмотрим. Узнал для вас, сколько стоит поездка. 2000 рублей. Занимает примерно 10 минут туда-обратно. Я сам туда не поеду, потому что смысла нет. У Эльбруса не видно. На вершине канатки Горобаши тоже установили такую надпись. 3847 метров. Очень классно. Можно памятные фотографии сделать. Ну вот мы спускаемся с канатки, с Эльбруса. Очень красиво здесь. Некоторые горы прям подсвечиваются солнцем. Едем обратно по дороге с Эльбруса. Вот такая красивая там радуга на горизонте. И солнышко тоже вышло к закату. На 360 градусов практически ничего не видно. Там вдалеке проглядывается какой-то домик. Я так понимаю, там можно снять жилье. Ну вот на этой точке мы завершим нашу поездку по Эльбрусу. Эльбрус мы вам показали. Жалко только не с самой вершины. Надеюсь, вам понравилась наша поездка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok